Завтра на сквозь край встретит Олимпийский огонь, и каждый из нас станет свидетелем, участником уникального исторического события. Я думаю, что вы ради этого всем можете отложить свои повседневные дела. Это, мне кажется, событие, стоящее внимания. Подготовку к событию, которое произойдет у нас на Дону, мы начали еще в 2010 году. Поэтому была проведена большая работа, и в первую очередь вот так случилось, что именно в этот период мы нашли возможность более активно заниматься и зимними видами спорта. Я бы сказал здесь и о хоккее, и о фигурном катании. И вот некоторые результаты, несмотря на то, что мы Южный легион, тем не менее в 2013 году, например, по всероссийской спартакеаде учащихся воспитанники Донской школы Олимпийского резерва номер 6, заняли седьмое общекомандное место, опередив некоторые северные регионы, например, Ленинградскую область по спорту среди зимних видов. Хоккейные команды нашего региона выходили в финал всероссийских соревнований «Золотая шайба». У нас появилась и создана команда «Хоккейный Ростов», она выступает в Российской хоккейной лиге, занимает нам сегодня третье место. Кстати, вчера одержал очередную победу в матче, я на этом матче присутствовал, поверьте мне, зажигает. Здорово, в общем, вывод один, мы будем поддерживать сильные виды спорта, в том числе хоккей. В этом есть потребность, и определяется она не только тем, что должен быть хоккей, а тем, что на трибунах Дворца спорта люди идут туда сами, и свободных мест нет. Это здорово, это подтверждает, что региональные, муниципальные власти, там, где условия для этого созданы, могут и должны заниматься развитием и поддержкой этого вида спорта. Редактор субтитров А.Семкин